всем привет я рада что вы зашли на мой канал и сегодня у меня очередное отчетное видео о моих готовых работах о том что я успела сделать за последние дни время летит так незаметно что я уже не знаю сколько дней прошло со дня выхода моего последнего видео но хочу показать вам что я успела сделать то что еще вам не показывала свои новые работы и так я связала вот такую прелестную куколку помните мы с вами вязали ее на канале видео можете найти в плейлисте игрушки она мне с одеждой в тапочках шапки шарфик платье кофточка все как положено к весне к осени к зиме куколка готова мы ее утеплили можете перейти к этому видео и связать такую же очаровательную куколку одну куколку я подарила маленькой прелестной девочки решила связать себе еще вот такую куколку оставались такие же нитки я связала точь-в-точь какая у меня было подробно не будем на ней останавливаться мы с вами и вместе вязали просто вот для отчета чтобы я сама понимала что я успеваю связать хочу запечатлеть эту куколку и также в копилку своих работ добавить на что еще я связала давайте перейдем поближе к столу и там я покажу что еще успела сделать на самом деле у меня мало готовых работ на этой неделе как мы понимаем близится новый год уже идет подготовка полным ходом мы наводим порядок наших домах в наших гнездышках как у нас заведено в семье меняем шторы я делаю это три раза в год перед пасхой после лета в сентябре когда уже не такая пыльная погода и перед новым годом моем люстры но генеральные уборки проводим на это также требуется много времени вот занималась шторами во всех комнатах поменяла поэтому на вязание не так много оставалось времени но все равно что-то я успела повязать так ну пожалуй начну самой простой игрушки которую я вязала в перерывах между другими процессами но ее я вязала между снежинками кстати снежинки в этом выпуске я вам не покажу можете от них также отдохнуть они сейчас у меня стоят на блокировке и готовой снежинки я вам представлю в следующем видео так что вот такой динозаврик посмотрите как хорошо наклеечка смотрится придает ему какой-то такой фабричный вид эта игрушка примитив вяжется очень быстро приятно его вязать вязала по видео на иностранном языке лапки так интересного форма хвостик пришивается лапки пришиваются и верхние и нижние но вяжется очень очень просто это пряжа у меня из фикс прайса не знаю камера передает что он такая пестренькая надо видно на экране и мне кажется очень хорошо подходит для этого динозаврика это у меня динозаврик не дракончик так как нету крылышек нет у меня вот этих шипов гребешка пусть будет динозаврик так рост его у меня получился он хорошо стоит прям такой мне кажется как интерьерная игрушка опирается на хвостик но него и лапки так вот расставлены очень устойчивый такой он миленький получился так ну вот от макушечки до конца хвостика 23 сантиметра такой лупусик у меня выше он мне даже на столе стоит на меня смотрит на такой прикольный такой добрячок так что он зелененький еще украшает как елочка будет у меня новогодняя убираем это игрушечка я похвасталась отчиталась перед вами далее так теперь переходим к маленьким игрушечкам вот такая у меня коллекция связала шарики как вы помните я вязала наборы игрушек но сейчас у меня нет наличии вот в такой цветовой гаммы трехцветный красный такой бирюзовый темный и молочный цвет лошадка домик санта клаус но сейчас я прикреплю фотографии этого набора на экране и вот в дополнение к этому набору буду собирать вот такие шарики эти шарики мы с вами вязали также на канале но это было очень давно наверное года три назад ссылку на них я также оставлю в описании под этим видео вязать их очень просто быстро вяжутся две половинки и потом сшивается но я сшивал иголочка можно крючком пройти также соединить две половинки и внутри также наполнитель холлофайбер посмотрите какие они нарядные сделаем подвесочки и уже игрушки на елку вот такие необычные как-то интересные будут готовы разное расположение не так вот хочу еще сделать в серединке вот начать с этого вот бирюзового и но по-другому располагать цвета и все шарики получатся разные можно и двуцветный трехцветный четырехцветный и чем хороший этот проект что используем остатки пряжи на я конечно вязала не из остатков так как мне нужно определенная цветовая палитра чтобы дополнять свои наборы ну вот какие есть нитки в наличии берем используем шерстяные акрил полухлопок полушерсть все равно берем примерно по толщине одинаковые если толщина разная можно сделать в два сложения чтобы приблизительно нитки были все-таки одной толщины вот такие прелестные шарики рекомендую всем их связать нарядные и уже какая-то новая игрушка на елку можно и обязательно на елку вешать куда-то просто подвесить на шкаф в подарок дополнение кому-то положить вот такие шарики далее давно я хотела связать снегиря ну или синичку но больше снегиря мне кажется как-то более зимний вариант новогодний и вот такой пухляш толстенький у меня связался я уже сразу сделал подвесочку серебристую ниточку вот такой он у меня кругленький вязать его также интересно просто но это вот действительно отдых вязать такие игрушки крылышки простые кружок пополам складываем обвязываем крылышко готово и здесь как форме яичко носик мой клювик я вышила ниточкой мулины и хвостик ну просто тут также вяжем а центр прибавлено все просто-просто вышила грудку также за серебристой ниточкой из которой подвеска и глазики также обрамила это серебристой ниточкой глазки на безопасном креплении 6 миллиметров вот такой у меня снегирь размер его у меня получается ну семь с половиной сантиметров я его возьму на ярмарку все-таки я собираюсь на ярмарку надеюсь погода будет хорошая ярмарка будет проходить на улице под открытым небом ну посмотрим какая будет погода нет значит игрушки будут украшать мой дом ну конечно хотелось бы мне сходить хоть раз на новогодний ярмарка очень мне это интересно вот такой снегирь вижу еще маленького но он у меня просто я связала болванку еще не оформляла его не хвостик там не подшивала там вяжется спинка накладная по другой схеме но он будет намного меньше снегирь но его я покажу в следующем видео там будет брелочек уже так следующая игрушка вот такой пингвиненок вуаля привет малыш я родился вот такой шарфик у него шерстяной это носочная пряжа мне просто зеленая ниточка требовалось это вот у меня был остаточек от носков пришила пуговичку красную пуговичка белая красная ниточка но это я же по традиции не знаю чем не то такая фишка нравится но как-то всегда я пришиваю но к игрушкам конечно не к одежде пуговички вот контрастной ниточкой вот такие крылышки лапки черные и колпачок с помпончиком тоже он хорошо стоит вот такой такой прикольный так рост его но буду мерить шапочкой потому что шапочка у меня пришита и и не снимается так вот 11 сантиметров вот такой толстячок ой нитку то еще не отрезала я всегда выложу ниточки на спинке так клювик вышивала и оставила глазки это у меня также на безопасном креплении так я уже сама не помню ли бисеринки бусинки да нет это у меня на черном плохо вижу это на безопасном креплении наверное 5 миллиметров вот такой малышок готов и также его я возьму на ярмарку так кстати у меня была хорошая коробочка для него сейчас не пришла мысль сейчас я ее посмотрю подойдет или нет для этого пингвиненко так вот эта коробочка но мне кажется она маловато ну-ка сейчас попробуем раз все сворачивается легко не буду пока застегивать ее чтобы потом хранить и место не занимать все-таки в сложенном виде ну-ка давай птенчик мой не залезает на когда выдавая дружочек посмотрите в лес так шарфик подвернулся так так отсвечивает коробочка наверное да залез так шапочка вы молодец ты мой умничка залез коробочка посмотрите вот так он и будет вот его домик все застежечка я там еще украшу что-нибудь на дно положу коробочки привет вот такой мне будет пингвиненок прелесть какая так ну ладно много я ему уделила внимание все на ярмарку тоже его беру и прям сразу наверно вот в эту коробку я его упакую потому что когда покупатель идет мимо ему голову не надо потом морочить как упаковать вручил подарок и все так все молодец пингвиненок меня не подвел так вот смотрите какой я купила еще ящичек посмотрите как он простой деревянную ничего не обработал здесь я его также купила для ярмарок буду сюда складывать брелочки чтобы можно было по выбирать покопаться здесь насыплю прям здесь или может быть аккуратненько разложу но посмотрю по ситуации ну и вот этот зайчик который вы уже видели которого сейчас у меня вот он такой у меня малыш мальчишки большишь посмотрите какой уютный такой какой-то рустикальный под старину нитка у него цвет такой приятный как подлен светло-серый бежевый ну это акрил с хлопком по моему сейчас посмотрю состав этой пряжи да что ж такое все я забываю пошла смотреть нитку вот нашла моточек я их покупала два матка 1 ма . мне хватило осталось совсем чуть-чуть я ошиблась но много процессов много в голове какие-то проекты поэтому все путается уже пряжи много так 72 процента хлопка и 28 акрила великолепный состав вязать из этой пряжи очень приятно вязала крючком два с половиной миллиметра это аделия кэжуал цвет 03 вот такой зайчонок и рост его у меня также мире от ушка и до пяточки но 26 сантиметров штанишки связала из шерстяной пряжи такого лесного зеленого натурального цвета это семеновская уже точно я не скажу это какой-то у меня остаточек может быть ольга не цвет не могу подсказать но если вы будете искать пряжу то семеновская ольга по моему я не думаю что там такая большая цветовая гамма у них глазки также на безопасном креплении 8 миллиметров носик ниточки мулины также использовала мы так обрамила носик черная ниточка это тоже мулины но это по иностранному мастер-классу имени автора нет есть какой-то никнейм но как-то читается там все сложно если вам интересно я могу оставить имя автора вам написать в личных сообщениях мне вконтакте где нибудь напишите если вам понравился такой зайчонок а вы также хотите его связать лапки косолапки мне нравится когда такие пяточки единственное здесь почему-то я удивлена что здесь как-то не соединены вот две две половинки между собой просто складываются и дальше продолжает вязать и нет вот тут как бы как мы носки вяжем клина подъема здесь нет но это намного проще такой пузатенький миленький зайчонок мне даже его и жалко на ярмарку брать как он красиво смотрится вот в этой коробочке может быть вот так он у меня и будет стоять на витрине надо еще может быть такой ящичек мне купить прелестный зайчонок может быть коробку мы подберу время пока еще есть у меня несколько дней подготовиться к ярмарке поэтому буду думать если вообще получится на эту ярмарку мне попасть так можно вот так ему лыжи поставить в ящик и уже будет смотреться он по новогоднему у меня еще есть леденец вот этот изогнутая палочка полосатая можно также украсить как-то поставить и будет уже витрина выглядеть по праздничному снежинку положу конечно же здесь как-нибудь украшу так такой зайчонок еще мою коллекцию для него у меня коробочки не для упаковки они толстенькие коробки у меня более узкие для носочка да не влезет он буду упаковывать тогда вот в такие подарочные пакетики игрушки чтобы покупатель сразу мог взять ему удобно было нести его мне кажется такие пакеты также нарядные такие простые вот минималистичные ну как-то вот они стильные покупала их в метро я почему-то решила навязать побольше зайчиков вот у меня еще один процесс почти что он у меня готов связала голову туловище так два ушка две ножки две ручки и хвостик все все детальки у меня вывязаны осталось только соединить таких зайчиков я уже вязала ранее уже три или четыре штучки у меня таких было но я их продала успешно это по мастер-классу гризли мама и вот хочу еще навязать в разных цветах вот мне осталось собрать его и сшить юбочку так это мне тут ежик начала еще ежика вязать но не могу подобрать пряжу для гривы надо идти в магазин дома у меня из наличия подходящей пряжи нет я там пробовала как-то мы слишком массивная получается стой пряжи нет я буду как мастер-классе мне нужно пойти в магазин и купить минг никогда мне такой пряжи не было ну сейчас нужно что-то новенькое пробовать так ежика пока беру вот такой зайчик у меня но и в готовом виде я покажу его вам в следующем видео не терпится самой собрать и хочется навязать еще таких зайчиков но не знаю насколько хватит времени чтобы в моей коллекции зайчиков все-таки был ассортимент так ну и последнюю игрушку вам покажу этом неделе у меня вся посвящена игрушка ну понятное дело почему потому что ярмарка игрушки пользуются большим спросом хотя у меня для ярмарки есть не только игрушки у меня там и шарфы есть шарфы и варежки одни варежки остались да надо ну надо надо много что надо но к сожалению только две руки и сейчас хочу вам показать последнюю игрушечку вот такого мешутку коробочка но эта коробка не от него это я просто для кадра положила на самом деле очень красивая коробка купила эту коробочку я в линии буду сюда класть маленькие игрушечки наборчики собирать а для этого толстячка коробку мне нужно подбирать а может быть и так просто он у меня продастся и без упаковки вот такой мешутка вязала его из пряжи это мне не полухлопок и не акрил это какая-то у меня полушерсть была у меня дома она не знаю даже что это за пряжи давным-давно она у меня осталось от одного проекта вязала отделку для одежды для собачки вот у меня осталось вот эта пряжа на заказ вязала шубку для собачки вот такой моточек там комбинировала несколько цветов так и что могу сказать про эту пряжу на вид она да она очень пушистенькая такая мягкая приятная я вот хочу начесать этого медвежонка и вязать из нее приятно но вот набивать мне почему-то первый раз мне такая была проблема именно набить набивая в лапке этот холофайбер вверх у меня куда-то задирается поднимается или из-за холофайбер я также заменила холофайбер купила новую упаковку на волдыри с до этого я покупала уже много раз специализированном магазине все для швей вот тот холофайбер мне очень нравилось он такой пружинистый был прям упругий а этот какой-то вот или из-за пряжи набиваю как-то вот он и растянулся конечно когда вязала было намного меньше но я рада что игрушку получилось больше времени то я трачу столько же что на маленькую что на большую вот подтянулся и прям такой он получился у меня не такой уж и маленький рост его 21 сантиметр очень уютный я украсила его вот такой воротничок жабо это из полухлопковой пряжи yarnart джинс глазки также на безопасном креплении полубусинки 8 миллиметров до ушки пришивные ручки пришивные но ножки вот цель навязанные такой пупочек у него бровки вышила глазки так выделила носик также вышивной ниточки мулины для вышивания мне этот мишка очень понравился вязала его вчера вечером начала вязать да и вот сегодня утром я его до собирала хорошенький мешутка какой-то он стильный такой интеллигентный что ли даже не знаю как его характеризовать какой-то он у меня слишком умный получился на вид взгляд у него какой-то он растерянный может быть он просит чтобы я его не брала на ярмарку оставила себе ну посмотрим малыш может быть я с тобой не смогу расстаться хотя мне очень нравится когда мои игрушки продаются сами понимаем что все игрушки которые я вижу я не могу собрать и хранить у себя ну и что-то заработать всем приятно что наш труд как-то вознаграждается такой мешутка все пойду довязывать зайчика собирать до конца сейчас мне нужно подобрать ткань для юбочки юбочки также буду вязать его и шить разным из разной ткани разной расцветки зайчики у меня будут все одинаковые но вот юбочки будут отличаться но и сами зайчики будут разным цветом так конечно у меня не так много игрушек для ярмарки ну что есть то есть какие успела навязать такие значит я и понесу на ярмарку можно и шишку вот украсить положить вот так будет до нарядно боком можно елочку привязать сверху сюда как-то это сюда не лепится куколка у меня связана на заказ я ее уже упаковала забыла показать вам ее в коробочке но уже не буду распаковывать сейчас побегу на почту отправлять последний раз ходила на почту и отправляла снежинки я сняла маленький кусочек видео как я их упаковала на скорую руку и сейчас вам ставлю а этот маленький отрезок видео вот так и упаковала снежинки здесь открыточку подожила плотненькую вторая упаковка еще провожу между плотным картоном и пакет почтовый сейчас перебирала свои новогодние открытки из детской коллекции которые собирала когда была еще школьницей и поняла что на большинстве новогодних открыток герой это зайчик так что зайчики это самый новогодний персонаж и наверное поэтому мне хочется побольше навязать зайчиков давайте быстренько пролистаем открытки может быть кто-то узнает открытки своего детства немножечко поностальгируем это художник зарубин но тут разные авторы поэтому я не буду сейчас называть вот такой зайчик со снеговиком это наверное самая популярная самая известная открытка всеми любимая вот здесь зайчики также присутствует он тут маленькие зайчатки на я все отобрала там на может быть быстренько сейчас пролистала так тоже зарубин зайчики и тут вот и ежик которого я хочу связать вот медвежонка связала и зайчика вот такой зайчонок все узнали конечно это кукольная открыточка фотографии тоже зайчик вот эта открытка наверное одна из самых старых какого она года выпуска 67 год тогда меня еще и не было на этом свете но это мне от бабушки досталась открытка тоже как она мне в детстве нравилась эта открытка вы не представляете такая не глянцевая матовая так вот здесь зайчики маленький зайчик то не заметил сидит тоже тоже кукольные девочка зайчиком но такими не очень почему-то открыточки нравились тут хоровод будет вот такая открытка на саночках так что зайчики рулят на новый год и вот нашего также краем глаза увидела снегири вот здесь снегири вот снегири на открытки вот ежика которого я собираюсь вязать и пингвинчик вот он мой лапусик так но игрушечки свои показала как я успела связать на этой неделе пойду дальше готовится к ярмарке может быть еще успею навязать и приготовить другие товары если вам было интересно со мной полюбоваться на мои игрушки поставьте пожалуйста большой пальчик вверх я думаю вы вдохновляетесь такими видео для себя берете что-то полезное интересное мне самой нравится смотреть такие милые уютные видео спасибо большое что смотрите мои видео всего вам самого доброго вяжите с удовольствием всем ровных петелек и до новых встреч